МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта идея была очень своевременной и хорошо развивается. Ведь эта идея, в ее основе лежит попытка объединить возможности многих стран для достижения общих целей развития. Это хорошая, правильная и технологически выстроенная инициатива, которая развивается. Да, мы видим, что кто-то воспринимает ее как попытку Китайской Народной Республики кого-то под себя подмять. Но мы не видим этого. Мы видим просто желание к сотрудничеству. Поэтому мы приветствуем эту инициативу председателя Цзиньпини. Вместе работаем и готовы, и будем работать дальше. И наши собственные идеи по поводу развития Евразийского экономического союза, например, строительства большой Евразии, они полностью совпадают с китайскими идеями в рамках предложенного сотрудничества «Один пояс, один путь». Мне кажется, что главное преимущество предложенной китайской стороной концепции взаимодействия заключается в том, что в рамках этой работы никто никому ничего не навязывает. Все это идет в рамках поиска не только приемлемых решений, но таких проектов и таких способов достижения общей цели, которые приемлемы для всех. Вот это для сегодняшнего Китая под руководством председателя Цзиньпини является такой особенностью в выстраивании отношений с другими. Никто никому не навязывает, не заставляет. Только предоставляются возможности. И если какие-то возникают сложности, ищутся компромиссы. И всегда находятся, как я уже говорил. Вот это, на мой взгляд, то, что отличает предложенный председателем Китая проект «Один пояс, один путь» от многих других, которые пытаются реализовать в мире страны с тяжелым колониальным оследием.